всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня я готовлю чиабатту стеклянной форме интересно даже какая она получится сегодня тесто мне немножко другое явно так пузырится сейчас я подожду что чуточку приподнимется и буду отправлять духовку сегодня мы еще диму повезем на такси бабушка пойдем сегодня гулять сегодня гулять завтра гулять и послезавтра тоже гулять по магазинам я похожу такой пузырик уже появляется чабата на как раз принципе такая вот с пузыриками такая хорошенькая посмотрим какая она получится этой форме кстати в этой форме тоже есть история формы вернее даже то что форма это крышка от утятницы которую если я собирала наклейки в пятерочке это было лет пять назад где-то ну плюс-минус вот старательно так собирала потом долго не искал полгорода объехал в ее ее поисках надежды найти и нашла в одном магазине и купила рублей 700 что ли за нее 500 или 700 отдала плюс наклейки сестре его иду домой помню и чуточку форму эту за дело об ступеньку там чуточку так вот прям зы и все прихожу значит домой она пополам раскололась у меня вот это вот я плакала вообще свекровь же и на родители были и году ничего страшного зато у себя осталась крышка будет целая вот эта крышка так в итоге у меня осталось я в ней делаю эти мармелад заливаю замораживаю что-нибудь там тоже бывает в ней например надо что были по отдельности там какие склятки там все такое тоже сам не делаю такая история с тех пор я больше не покупаю ничего такое с наклейками не собирая наклейки не за в принципе не хочется не только поэтому не обидно конечно она была уже оказывается сколотая стояла единственная потому что даже забрала стала уходить и я смотрю еще принесли эти утятницы большие и тут я поняла что что-то не так с моей наверное я и уже укорок это аккуратно уложила в сумку ну думаю не должны же они продать бракованную правильно вот и конечно я не прошу не пошла в пятерочку смысл ходить опять время тратить такая с ней история ну вот она чья батта такая получилась сверху ровненькая мне казалось что быть такое пупырчатое что-нибудь как позавчера я пекла хлеб какой-то такой бугристый был такой это здесь такой получилось сегодня ну через пару дней посмотрим может я еще раз буду печенье там все пропеклось вроде бы а вытаскивать сейчас пока мне буду попозже сейчас чуть-чуть остынет не буду пробовать вытаскивать даже интересно получится у меня или нет вот и также кстати большой минус лишнее масло она потекло вот отсюда и упала прям туда в духовку вот теперь еще духовку мыть придется запах не представляете запах просто обалденный знаете когда я купила первый раз эту хлебопечку я был совершенно другой запах не такой как в пекарнях как в этих хлебзаводах какой-то другой он был запах совершенно другой я думала значит такой должен быть сейчас спустя какое-то время не знаю что поменялось запах стал точно такой же как на хлебзаводе ароматный такой придут а тоже был ароматный приятно он другой все равно был вот сейчас вот такой приятный такой это заходишь на кухню а тут запах такой вот чуть-чуть он тут поджарился сверху посмотрим если он хорошо вылезет может быть я буду в этой пропекать хочу еще в виде батона сделать вот так полосы попробовать вот посмотрим понравится еще или нет нам запах прям вообще офигенный даже интересно какой он получится в следующий раз сверху то что мне больше нравится бугристые такие похожие на лаваш там какой-то вот такой а тут вот я не знаю почему так какой-то прям гладенький ароматный жалко что я на диете я сейчас конечно отрезала кусочек намазываю деревенским маслицем и съел и там сверху еще мед положить например или что-нибудь сгущенку какую-нибудь или чем с красную икру и черная и все это съесть вот кстати до продержала его 20 минут где-то сначала и верх и низ у меня был потом я включила только низ и вентилятор чтобы внизу там точно пропеклось потому что вы первый раз я пеку в стекле стекле еще ни разу не пекла вот и через духовку через окошко ощущение было как будто он сырой там вот нет я вытащила сейчас смотрю вот все хорошо даже тут чуть-чуть тут вот здесь чуть-чуть отслоился так немножко уже отошел мы посмотрим а предыдущий позавчера хлеб я пекла я его полом продержала минут 30 с чем-то потому что сверху никак не поджаривалась что-то уже в металлической форме там тоже кстати через окошко не видно что он поджаристый кажется что он все светлый 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 а потом я выключила открыла батюшки он у меня кассу же поджаристый и мне кажется что он на глазах прям становится поджаристым еще больше какие-то еще мелкие пузырьки ощущение как будто это кунжут какой-то сверху смотрите какая береза насыпалась а тут вообще кстати как будто дорожки а это птички походили точно никогда нельзя такого не видела не смотри идем домой с покупками подарками к 8 марта всякие накупила себе подарочки всякие на улице снег где мы отвезли к бабушкам завтра пойдем с Женей в ресторан праздновать день влюбленных вот завтра покушаю не знаю как я наберу вес или нет я думала он не будет особо двигаться потому что он остановился вчера я съела красную икру с хлебушком без масла правда у меня ничего не прибавилось посмотрим какая красота идет сильный снег все в лесу неудобно мне так я люблю когда идет снег сразу все волосы вылазят все мокрое все прилипшие на бороде потом домой заходишь вся мокрое ай камера все уже залипла так ну вот мы и дома пришли с покупками сегодня мы зиму отвозили к бабушкам сегодня у нас пятница до воскресенья вечера он будет с бабушками вот а мы тем временем немножко погуляем с мужем развлекемся завтра в ресторан мы идем праздновать 14 февраля день влюбленных по магазинам походим то что мне это необходимо я все-таки девушка меня тянет магазины без них я не могу сейчас я уже стала ходить немножко чаще раньше ходила реже и немножечко даже мне депрессия начиналась то что я не могу выйти из дома и пойти в магазин хотя бы не покупая ничего просто посмотреть мне это необходимо мне надо это а потому что до беременности во время беременности я очень часто посещала магазины все время приходилось полными сумками вот а тут вдруг раз резко и перестаешь вообще почти выходить из дома а ну выходишь там из дома только погулять куда-нибудь сходил погулял и вернулся домой для меня это тяжело и завтра вот то есть муж знает то что у меня могут возникнуть депрессия вот и вот последнее время нужно начал меня вытаскивать магазины не спеша все чтобы я не спеша ходила все смотрела покупала то что мне понравится то что мне захочется вот и сегодня вот настал то тоже такой день хотя конечно времени было довольно мало мы посетили он посетили кстати много магазинов первый был магазин это у нас для там про короче растение там все такое забыл как он называется мы покупая купили для моего гибискуса удобрение стоил он около 90 рублей где-то за нам женщина посоветовала его папа говорил то что нужно брать за 200 рублей но я не нашла за 200 рублей там нашла такое знаю капельку я попробую надеюсь ничего не случится потому что до этого я брала другое подороже поливала свои кактусы у меня три кактуса которые поливала они все сдохли просто вот мне тот тоже советовали нас то что мне кактусы сдохли вот вроде делала все по инструкции но такая была беда так потом значит мы пошли в магнит купила я там кубанское подсолнечное масло нерафинированное тяжелое вот она масло подсолнечное нерафинированное она очень очень ароматная очень вкусная мне она прям очень нравится и она гораздо темнее выглядит чем обычная сейчас она еще светлее стало а до этого она была еще темнее его знаете хорошо вместе с картошечкой допустим полить сверху там с рыбкой там какой-нибудь и прям с укропчиком и так вкусно вкусно будет обожаю его давно его уже не пробовала мужу отправлял его покупать но что-то он не находила быстро заканчивать вот так же мы купили сегодня кофемолку показывает тестировать я буду отдельно будет отдельный ролик ссылку я в описании потом оставлю купили мы ее за 450 рублей через интернет-магазин данессе в самом магазине тут даже вот есть цена она стоит 500 30 рублей вот и для нее кофейные зерна купили 50 грамм и должно быть очень ароматным чтобы ее проверить все это будем вместе с вами проверять кофемолка мне нужно нужно не для того чтобы кофе молотина мне нужно чтобы сахарную пудру делать чтобы такие вот всякие бытовые нужды так также мы зашли в перекресток один перекресток 2 перекресток и пятерочка перекрестки вот мы купили ну я сразу купил уже подарки к 8 марту пока на них на них есть акция скидка я их покупаю вот да конечно сейчас еще нас сегодня 15 февраля не знаю там как ролик выйдет а еще далеко до 8 марта но тем не менее чтобы не потом поскольку я не могу любой момент там любой день выйти я покупаю заранее решила покупать сладости на новый год я тоже дарила сладости родителям это очень понравилось было очень приятно получить какую-то вкусняшку и потом после нового года я съесть чем там получить шампунь там не знаю гель для душа мне их просто уже битком не эти гели для душа просто девать некуда они мне очень-очень медленно заканчиваются шампунь вот как-то быстро длинные волосы вот она все быстро заканчивается гелем не уже просто девать их некуда да они ароматные они хорошие качественные блин не девать их некуда стараюсь ими пользуюсь там побольше выливаю на губку но не нескончаемые так чем тут это я купила маме с орешками она очень любит орешки какой-то там много арахис карамель не знаю такой честно говоря первый раз его вижу бонта естественно обзор на него проводить я не буду потому что это подарок купила вот я еще два таких какой-то один из них я подарю оставлю один оставлю себе не знаю пока какой наверное подарю может быть вот этот желтеньким или наоборот оставлю который оставлю себе я на него обязательно сделаю обзор с вами посмотрим там суфле шоколад и суфле лимонное хотя кажется что раз желтенько значит наверное ваниль почему это когда я там стоял показал что это ваниль вот райские облака за ее только если давно не было в магазине смотреться не бывает да было еще суфле сливочное но я не стала брать думаю не значит как-то и есть суфле 3 шоколада и и не было конечно бы она была я бы себе взяла и и он бы даже в подарок тоже взяла бы и и но и не было было две полки в разных местах не было ладно вот ну просто так вот подарить как подарок это тоже быть людям приятно и сейчас с вами пробежимся по ценам так так а райские облака стоило у нас на 60 рублей 59 90 60 рублей то есть одна вторая 60 стоило вот это стоило 80 так этот у нас одни так магнитовская где у нас для магнитовской короче магните это стоило около 60 или 70 рублей это там около 90 так и шоколадки я взяла это тоже тоже на обзор и переживайте вы скоро их увидите мы с вами попробуем вкус что там как там вот несколько сейчас скажу я это я уже брала все в пятерочке изначально я по акции увидела что вот появилась альпингольд какая-то новая конечно сразу варим уже надо бежать пятерочку их там с трудом нашла вот разве них а потом уже увидел что тут несколько вишенок так сейчас я смотрю по ценам так 36 рублей стоило вот это с вишенками здесь обязательно мы ее посмотрим есть ли там какие-то кусочки вишенки вкус есть ли там вишневый или нет но это я так понимаю новинка потому что до этого я и не видела и в пятерочке не в ленты куда мы часто ходим здесь вот темный шоколад и пикантная вишня 140 килокалорий для тех кто худеет как раз там допустим я смотрел 1500 килокалорий получать в день то якобы вес 50 килограмм можно удержать ну придется мне тогда съесть очень много таких шоколадок в день чтобы не потолстеть не знаю как там это делается честно говоря все шоколадку я сразу поправляюсь наверняка я буду еще целый день их есть там порядка десяти штук мне надо съесть не знаю пишите комментариях мне немножечко это непонятно все равно так шоколад горький это вот это наверное да горький шоколад 70 процентов 148 килокалорий прямо все нарисуем там что кстати 3 какая-то было я не стал брать так 36 рублей она стоит на 11 копеек еще там так шоколад молочный клубники это конечно меня тоже очень интересует будет ли внутри когда мы ее отломаем вот это вот клубника насколько это будет красиво рисунок сверху здесь вот тоже кстати рисунки сверху то есть на что мы с вами обращаем внимание так стоила она 35 рублей несколько у меня молочный шоколад еще есть я там покупал и не показывал обзор это много кстати шоколад вот так и по 40 48 80 рублей ой 48 рублей 80 копеек вот эти две так сейчас мы их посмотрим особая серия альпенгольд так здесь у нас какао боба и черника молочный шоколад очень красивая она такая так сколько у нас килокалорий 100 грамм пятьсот восемнадцать пятьсот восемнадцать так если мне чтобы не пытался этим а вот три штуки таких съесть тоже нарисован какао баб кстати он очень вкусные отдельно именно орешкам такая посмотреть на какая она яркая красивая на 8 марта подарить просто такую шоколадку очень приятно будет хотя ланта кстати страна неважно сейчас тут тоже особая серия тоже вот она красивым с орешками какао бобы и карамель молочный шоколад здесь у нас пятьсот двадцать два килокалория за 100 грамм здесь самое я наверняка наверно не 100 грамм поменьше немножко но такая замика что это будет повкуснее за посмотрим такие шоколадки сейчас последнее время стараюсь приобрести шоколадку чтобы она стоила меньше 50 рублей ну как-то за 70 за 80 90 рублей купить шоколадку как-то я лучше потерплю подожду вот и мне очень начал нравиться альпенгольд они очень мягкие такие нежные приятные приятно кушать и они не жесткие такие ну не знаю начали нравиться щедрая россию раньше нравилось они как-то жесткие все равно как ты их жуешь альпенгольд я на них все время жду акцию когда же начнется моя любимая альпенгольд капучино она очень очень классная особенно летом когда она полежит в тепле она очень нежная блин мне кажется что я могу их съесть там целый мешок так мы купили мы губки перекрестки за 9 рублей вот все время все боял не боялся забывала купить все забывала забывала искала много найти тут я мимо пролетал вот и также нам на дверь повесили сегодня пиццерия фарфор у нас есть в самаре такая вот из комбо 4 за 990 рублей 4 пицца скидка 35 рублей было якобы там 1520 а стало 990 не знаю может быть как-нибудь закажем любом случае вы узнаете об этом вот и с этой стороны суши суши что это суши наверное промокод даже 40 штук ну не знаю мне кажется даже в принципе за 600 рублей можно попробовать заказать почему бы и нет вот заходил я же кстати на их группу часто у них бывают какие-то браки находят люди в еде всякие то осколки то веревки то перья там то еще что-то и из-за этого и долгое время я не заказывал ничего то есть когда там позапрошлом году я что-то хотела заказать прошлом хоть хотела в этом году что-то я подумала подумала опять зашла посмотрела отзывы вроде поменьше стараются откликаются людям пишут но все равно находят другую других местах это заказываешь все в порядке ничего нет но у них почему-то есть всякие всякие там так ну и вот мне еще перекресток подарил 200 рублей короче тут на сумму полторы тысячи покупаешь и 200 рублей человек проявляешь своей картой у меня карта в телефоне и якобы вот скидка но видимо специально чтобы если вдруг я кому-нибудь подарю его и вот то есть он не сможет ей воспользоваться потому что здесь нужно именно моя карта не знаю перекрестки все очень дорого я заходила все гораздо дороже чем в пятерочке или в магните не знаю на полторы тысячи когда это я там что-нибудь куплю единственно там ну мы можем купить перекрестки либо торт полторы тысячи навряд ли либо там по праздникам мартини и все то есть только так вот и вот всякие вкусняшки которых в принципе других магазинах я этого не видела посмотрим видно будет вот на сегодня это все так ну обзор продуктов мужа он уже их слопал их не осталось вот он очень очень ароматно пахнет думаю очень вкусно буду я пробовать еще печь в этой получился он как батон вот а весело 840 грамм сейчас ты его открыл он очень очень ароматный он не подгорел беленький был мягенький сталут уже позже и вот тут тут тоже вот он довольно жесткий не ломается с этих сторон очень поджаристый такой буду все равно еще печь в этой вот но хочется мне все-таки больше прямоугольной форме не знаю хочу найти либо стеклянную прямоугольную форму что получилось как магазине вот кирпичик либо значит думать будем обалденно просто пахнет вот семечками его можно экспериментировал вообще по-разному семечки подсолнуху и иные семечки там со специями это может еще раз попробовать порезать вот так его хочу вот на сегодня это все с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии смотрите влоги другие мои обзоры лайфхаки там кулинарию и всем пока пока а